Всем добрый день. Я хотел бы рассказать вам про несколько посвятительских проектов, которыми я занимаюсь, которыми я имею отношение. Начну я с, пожалуй, такого самого забавного для меня. Это проект, который называется «Премия имени Гарри Гудини». Мы предлагаем миллион рублей, любому кто докажет, что обладает паранормальными способностями в условиях аккуратно поставленного научного эксперимента. До сих пор никто не выиграл нашего приза, мы вообще не думаем, что кто-нибудь когда-нибудь его выиграет, но если кто-нибудь выиграет, то мы отдадим миллион, конечно. Задача этой премии, на самом деле, просветительская идея в том, чтобы научить людей критично воспринимать информацию, которую они слышат от телевизора. Вот экстрасенсы, что-то там нашли, доказали. А пускай придут к нам и докажут в научном эксперименте, что на самом деле что-то умеют. К нам приходили разные люди. Например, вот эта вот Баха Джуматова, она ясновидящая из Казахстана, она сказала, что она может видеть деньги. Ну, деньги все могут видеть, но она также сказала, что может видеть деньги, если они даже спрятаны, например, в черном ящике. И мы брали деньги и случайным образом помещали их в конверты, чтобы никто не знал, в каком конверте находятся деньги. Потом другой человек, который не знал, в каком конверте деньги, случайно перемешивал. Третий человек размещал конверты по ящикам, потом ящики перемешивались. В общем, никто не знал, где деньги, и Бахриджа Малатова тоже не знал, где деньги. В общем, ни разу она их не нашла, эти деньги. А вот эта вот дама, она сказала, что она может сопоставить предмет, который принадлежит человеку, этого человека. В качестве предмета были паспорта, они были заклеены, чтобы их нельзя было открыть и подсмотреть. Они были попрысканы духами, чтобы по запаху не учуяли. Ну и, в общем, вот это вот ее результаты, ничего у нее не получилось. А вот эта вот дама, она сказала, что она может общаться с мертвыми, и то есть она может спросить у духа, например, какие были обстоятельства его смерти. И ей было предоставлено 15 потенциальных обстоятельств смерти и 10 фотографий людей, которые реально были, умерли от этих причин. Вот это вот Михаил Лидин из нашего оргкомитета, вот он разбирает, скрывает конверк, где есть правильные ответы, споставляет с тем, что было получено. Ну вот результаты, опять же, ни одного правильного результата. Там было 2 ясновидящих, точнее, одна ясновидящая, а другая она по картам Таро гадала. Вот. Ну вот это вот проект «Премьер Гудини». Другой проект, который я представляю, это фонд «Эволюция». Это просветительский фонд, который занимается очень разными программами. Я не буду про все рассказывать, но вот самое главное – это книга-издание. Мы переводим с английского языка на русский и научно-популярную литературу, и скоро выйдет первая книжка, приведенная нашим фондом. Фонд «Молодой», он возник совсем недавно. Первая книжка – это книжка, называется «Объясненная религия». Ее написал антрополог Паскаль Бойе. Это такая веха в антропологии и религиоведении современном. Ну, дальше будут другие книжки. Мы поддерживаем различные научно-популярные мероприятия и события. Вот если вы помните, здесь в Казани проводились мероприятия «Дума и Казань». Вот фонд «Эволюция» родился из «Думы и Казань». Вот Петр Талантов, который организовывал «Думы и Казань», он наш самый главный. Вот, значит, есть проект по переводу различных научно-популярных роликов зарубежных на русский язык. В частности, мы сотрудничаем с проектом iBiology. Вот если вы зайдете на сайт фонда «Эволюция», вот здесь был сайт. Вот, если вы за нее зайдете, там можно найти лекции нобелевских лауреатов по биологии, приведенные с русскими субтитрами, чтобы можно было с этим ознакомиться. Вот, у нас есть проект «Школа лекторов». Это если кто-то здесь присутствующий хочет в будущем про науку рассказывать, ездить по городам и читать научно-популярные лекции, как это делают многие члены Совета Фонда «Эволюция», то мы предлагаем, это бесплатная программа, но там есть конкурс, вот можно подать заявку, пройти по конкурсу, и после этого вот можно научиться у актеров ораторскому мастерству и выступлению. Вот, еще у нас есть программа поддержки учителей, если у вас есть знакомые учителя, которые хотят дать ученикам больше, чем школьная программа, то предлагайте им вступить в нашу программу, мы рассылаем бесплатно учителям книжки научно-популярные и методические пособия к этим книжкам, которые рассказывают, как можно урок провести по этим книжкам, чтобы было интересно. Вот, ну и еще одно, вот то, что меня больше всего, так сказать, задевает на самом деле, это борьба с луженаукой. Я еще, по всему прочему, член комиссии РАН по борьбе с луженаукой, и вместе с Фондом «Эволюция» мы сделали первый меморандум, который называется «Меморандум номер один». Он посвящен… Ну, что такое меморандум? Это некоторый тезисный короткий документ, подготовленный группой экспертов, которые говорят, что вот это луженаука. Про что-то какое-то, что-то такое конкретное и осязаемое. Вот сейчас очень распространилось такое направление, как гадание по отпечаткам пальцев. Он называется «Коммерческое дерматоглифическое тестирование». Вот мы посмотрели, на что они… Какая у них научная база, и оказалось, что она у них плохая. Вот. А следующий меморандум, который скоро планируется, он еще не написан, он готовится, он посвящен тому, почему гомеопатия не работает. Вот, собственно, эта картинка представляла собой проект «Научная инквизиция». Вот если комиссия РАНа – это комиссия РАНа, то, в принципе, на самом деле бороться с уже наукой может каждый из вас. И, собственно, для этого был придуман проект «Научная инквизиция». Если кто-то хочет, вы можете написать мне, предложить тему, и вы можете потом написать статью с разоблачением некоторого мракобесия. Если статья будет хорошая, то ее опубликует сайт «22 век», с которым это в партнерстве делается, ну, соответственно, я буду редактором этого всего, посмотрю, чтобы там не было косяков, и вы получите какой-то гонорар. Вот. А этот проект, я к нему имею очень косвенное отношение. Сейчас вообще очень мало, скажем так, успешных именно коммерческих проектов, посвященных популяризации науки. Все те проекты были абсолютно некоммерческие, а вот коллеги сделали, делают уже второй проект, посвященный борьбе с мифами, и там платные билеты. И раскупают зал. К сожалению, на это мероприятие уже попасть нельзя, потому что все билеты раскупили, но можно посмотреть онлайн-трансляции. В частности, там будет вручение почетной премии почетному академику ВРАО. ВРАО — это Вруническая академия уже науки. В общем, уже больше 4500 людей проголосовали в интернете за того, кого они считают самым главным уже ученым. В общем, тайна будет раскрыта 2 октября, и можете потом посмотреть, что из этого получилось. Вот, собственно, все, чтобы не отнимать больше времени, я готов ответить на какие-то вопросы, если еще осталось время по регламенту, я не знаю, как я уложился. Есть всякие ссылки, и если есть какие-то вопросы, можно потом обсудить со мной в кулуарах или задать мне вопросы в личку, в социальных сетях. В общем, здесь ссылки, если что-то вам стало интересно. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.